поехали значит вот это вот теплая компания всегда смотришь в лица понимаете такое сибиряки вот они это красноярцы посмотрите на эти леса одно из них вам знакомо сто процентов 3 с правой стороны это наш мостик в науке вторая должность первое инженер оранжереи так а вторая уже научная младший сотрудник и она представляет нам а вы знаете когда-то эти ребята не не все но многие из них станут нашими друзьями это будут наши люди почему потому что я саду савинич скажет давайте замахнемся помните как этот говорил кинокомедии на нашего шекспира ульяма нашего шекспира вот и мы так же итак фото нашего нового трудного коллектива сотрудники руководители лаборатории селекционно-генетические основы о формировании солевых насаждения рационального использования древесных ресурсов красноярского крайне сельской сибири ну что пожелаем чтобы мы вместе работали вот это главное моя личная пора чтобы мы работали вместе так была сделана скидка на тех кто вырастет сеансы для для школ для церкви и просто сквер пока желающих 0 ничего посмотрим что будет дальше так а вот это вот уникальные несколько фотографий есть фотографировал прямо с экрана кто-то из вас пришел мне ролик из якутии не поверите написано яблони в якутии с одиннадцатом и злоте посмотрите сколько ветер полных я приглядывался упорно многие деревья не укрыты ничем это я к этому не имею ни малейшего отношения я просто хочу сказать что если наш брат сибиряк захочет вот на москву отстояли отстояли мы сибирь завоевали завоевали и это тоже мы сибиряки видите а почему я еще вспомнил на риск вот потому что когда-то это вот эти маленькие маленькие такие события они откладывались на всю жизнь и сделали меня тем кто сейчас и есть вот это 10 от норильска поселок валёк лазил я в нескольких километрах просто лазил наткнулся на несколько домов типов не этом или не дома из карто а зятях фанеры из всего были сделаны домики с печками во дворе стояли столы на столах самовары с сапогами и самое главное что меня поразило ребята это невероятная приветливость ничего не помню ни как зовут ничего ребята заходите а я школьник давайте напоила чаем а мы-то столько ходили нам только как раз это не хватало чтобы не ноги не это самое не протянуть по тундре очень трудно ходить кто знает узнать 1 метр нормальной почвы вверх вниз вот она такая пореса и тогда значит она пошла выдернула эту самую и меня угостила нас подарила по пучку редиски я не то что от зависти мне было так обидно что ничего такого близко нет я тоже хочу такой домик тоже хочу вот потом ну все проехали вы поняли что такое тоска по своему куску земли если даже в норильске такое случилось теперь прислали мне вот эту фотографию автор спрашивает что мне делать что мне делать это морозобой когда это место как правило накрывается снегом мороз не достает а вот с апреля теперь так я прошу вас дело в том что нам всегда нужна альтернатива кто сказал что я прав сейчас я выложу свое мнение первое не трогать вообще не подходить ранку не замазывать ничего не делать раз второе не трогать естественно вот эти волчки так теперь приходит зима и как хотите дальше чтобы ваш абрикос выжил будьте добры промораживать это место откидывайте всю зиму снег если уж вы купили садовиска не воды а много сортов абрикосов не выносят не выносит снег особенно мокрый снег ну и чтобы было альтернатива я вот так кто-то из вас есть правильный вызвать не буду который меня поддерживает эту фотографию пришлю хотите фотографируйте прямо с экрана и отправляйте туда где миллионы подписчиков или миллионы просмотров и задайте вопрос скажите а что мне бедному несчастному делать с этим абрикосов и вам знаете что вы должны взять нож это остроточенный или стамеску с молоточком это место выдолбить вычистить полностью до мяса и с мясом потом значит замазать дерьмом походили по улице ваших рукам коровы ходят по москве и по питеру по рязани ходят коровы до сих пор это неудобно за человека который умудрился несколько лет назад в контрактации со мной при сайдом хозяйстве назвать меня небезызвестный садовод предложить вот эту самую историю замазывать раны этим самым жидким коровьим дерьмом вот так вот но это ладно что-то вам же там ответят и еще вам с 99 процентов ответа ответа веста будет отрезать вот эти ветки эти ветки будущее крона дальше вот это фотографии мне прислал кто-то из вас я прямо шалил я так мечтал об этой фотографии она обязательно войдет в будущее учебники вот это просто чудо не фотографии это мечта это сказка и так вы видите обрезку на кольцо увидев что она не за это самое не заросла и растение собирается вы видите что мороз пошел внутрь и поразил ну естественно внутренняя ткань понятно где нибудь до середины дерева это как минимум и что самое страшное посмотрите вот эту черноту вокруг видите это уже не это уже не кора а перед вами просто почва то есть мертвая кора стала почвой для произрастания растений вот перед вами сами видите вот можно рассказать даже настоящее растение еще цветы не цветут мог уже вовсю вот и теперь вопрос что с этим делать опять же это трудно вообразить мое мнение ничего как могло дерево защитилась как могло вот все что оно могло сделать после этой страшной ошибки после этой ублюдочной технологии вот это вот а я обещал не кино с таким словом после просто ошибки серьезные ошибки вот значит ничего больше делать не надо а оппоненты скажут берем стамеску берем шпатель острый берем нож острый и начинаем что все это сделать даже не понимая что мы на данный момент минус стал плюсом мы защищаем защиту мы защищаем элементы дерево это симбиоты вот это вот зелень который вы видите да мох это элемент уже это симбиотик это часть дерева стала а надо умело меня еще в школе потому что для действительно ну характер вредный противный я пошел в лес смотреть действительно очень сказала действительно взрослых деревьев с еды стороны все были покрыты вот таким ход северной тогда получается почему не с южной а только северная наверное с севера уже условия жестче черный ветер страшнее так значит солнце ну соответственно меньше чем с юга или запада вот значит прогревание хуже вот и шансов чтобы она начала омерзляться вот эта кора северной стороны северной шанса больше она постепенно начинает заменяться вот этим симбиотом то есть когда кора начинает мрачнеть темнеть мерзнуть вы вымирать просто дерево уже использует подчеркиваю дерево использует этот мох для защиты поэтому всегда с северной стороны дерево защищено этим хом а потом когда вот мой брат возьмет разделить на кусочки там больше пинают разделить на кусочки в этот фильм и вот этот кусочек про это и вот про это вот будет на отдельном минут десять я потратил на это вот и там будет опять ну слова придурок не будет но близко к этому будет про меня еще раз говорю следим за природой природа никогда не ошибается она этим занималась миллионы десятки и сотни миллионов лет и не нам со шпателем не нам с острым ножом вот со стамеской не лезть туда вот это даже не слон посудной лавки это тысячи раз хуже это умертвление деревьев вот этот снимок мне понравился кто-то из вас прислал я тоже отношу краеугольник дело о чем мне не разу и лизу доводилась публикация встречать следующие слова вот но это снимок самый красивый из тех какие мне приходилось видеть спасибо неведомому другу прислал по любому человеку это гриб трудовик он похож на цветок а может это есть цветок вспомним откуда что цветы делают цветы полят да а что делают грибы полят ну пыльца вот поэтому это фактически цветок но грибной цветок и вот эти вот специалисты вот которые многие из них намного авторитете меня считаю что караул когда вырезала а кстати заметили видео это же рано это страшная рано и появился только на ране вот там где нет рано там нет гриба вот и теперь что советует берем вырезаем этот гриб вместо замаза вылечили вот это опять нельзя кидаться такими словами вот я уже это самое за это получал даже друг от одного видели вот это глупость из глупости но когда это войдет учебник я не знаю